добрый день дорогие друзья с вами капля мы продолжаем видео разбор первого послания петра сегодня 1 глава 5 стих достаточно важные откровения которые могут изменять жизни смотрите что пишет апостол силою божьей через веру соблюдаемых ко спасению готовому открыться в последнее время и прежде всего я хотел бы поговорить о том что сила божья она действует только через веру бог он не реагирует на наш ропот на наши вопли слезы на наши мольбы просьбы и какую бы то ни было манипуляцию чтобы мы не делали бог будет действовать исключительно через веру как это происходит я вижу веру как послушание откровению слову божьему вообще откровению от бога что как это работает мы нуждаемся в чем-то у нас есть какая-то нужда мы приходим к богу открывая наше сердце открывая наше желание говоря нашей нужде и мы ожидаем откровение более того мы ищем это откровение в писании в молитве в общении с другими людьми и когда мы получаем это откровение мы должны поверив начать действовать в соответствии с этим откровением это очень важно когда мы начинаем действовать тогда сила божья она просто изливается на нас и разрешает совершенно неразрешимые проблемы как это работает практически допустим вы нуждаетесь в исцелении вы приходите к богу и вы говорите господь я нуждаюсь в том чтобы ты вошел в мою жизнь исцелил ту или иную болезнь и ты молишься ты начинаешь искать откровение и допустим ты находишь пятую главу якого где написано что тебе необходимо позвать пресвитеров ты звонишь своему пастору приглашаешь его потому что ты веришь не в силу пастора не в силу помазания не в силу молитвы а ты веришь в слово которое говорит что необходимо так сделать и тогда сила божья начинает действовать ты получишь исцеление сила бога она действует тогда когда ты делаешь то что хочет бог ты идешь туда куда хочет бог ты возлагаешь руки на тех людей на которых бог тебе сказал возлагать вот это пророческое помазание в служении вообще в жизни в подходе к миру ко всему что происходит вокруг нас есть простая вера когда ты веришь доверяешь богу это первая вещь которая очень важна в этом стихе второе что я заметил это то что мы соблюдаем и к спасению это говорит о том что господь он хранит нас он защищает нас от падения он защищает нас от от падения он заботится о том чтобы мы не упали настолько чтобы уже никогда не подняться в какой-то мере мне кажется что бог он в большей мере заинтересован в нашей стабильности чем мы сами вы скажете как же быть с теми людьми которые отпадают почему бог не сохранил их но как когда-то знаете одному пастору задали вопрос можно ли потерять спасение он сказал все возможно верующему я совершенно согласен с этим утверждением мы наделены свободой воли и когда бог он хранит нас или давайте по-другому когда бог связывает нас то он связывает нас узами любви он связывает нас именно отношениями с собой если вы не поторопитесь построить эти отношения если вы не поторопитесь сложить все кирпичики вашего духовного дома в строение то обязательно придет время испытаний и тогда может быть достаточно серьезная проблема с вашей веры но бог хранит бог прилагает усилия к тому чтобы мы с вами не пострадали от этих землетрясений еще одна вещь достаточно найти такая требующая размышление это последняя часть стиха которая говорит о том что спасение готова открыться в последнее время но требует объяснения с одной стороны мы уже имеем спасение потому что христос умер на голгофе он даровал нам искупление с другой стороны петр пишет что спасение она еще будет открыто вы знаете то что мы с вами обладаем спасением не говорит о том что мы его держим на сегодняшний день в руках наша победа это победа иисуса христа не наша нам еще предстоит победить то есть войти в эту победу и это невероятно важно как я себе представляю процесс представьте себе что мы с вами заключенные в какой-то достаточно огромной тюрьме с множеством ходов и лабиринтом и только одним выходом и мы с вами находимся в какой-то камере посидите в своем страхе со своими проблемами вам трудно тяжело и вдруг открывается дверь и входит господь входит господь и говорит ты свободен я освободил тебя я открываю двери твоей темницы и ты можешь идти вот это тот день который мы называем днем обращения до или многие протестанты называют днем спасения тогда двери темницы открылись но подождите это только лишь камера в огромной тюрьме и тебе нужно выйти из этой двери и пройти достаточно длинный путь для того чтобы выйти из самой тюрьмы и этот путь нужно пройти и мне кажется что окончательно искуплены окончательно спасенными мы будем только тогда когда мы выйдем из этой темницы и водворимся у господа